Да, спасибо. А сколько у меня времени, Ксения? Прямо ровно час, 55 минут? Да, у нас ровно час. Ну, я предлагаю там какое-то время оставить, возможно, на вопросы. Хорошо, да, тогда немножко, может быть, где-то проскочу, пока все собираются. Поговорим сегодня про цифровые следы, немного про наши исследования. А пока предлагаю, тоже как раз пока все собираются, отметить цифры в чате, какое у вас сегодня настроение. Ну, не буду давать интерпретации, каждый увидит, что увидит. Можете пока в чате написать цифру, которая соответствует вашему настрою на сегодня. Я смотрю, да, 3, 1, 2, 3, 4. Я постаралась как-то сбалансировать, не только котов ставить, чтобы собачники тоже себя нашли. 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2. Да, ну, интерпретировать это исследование мы пока не будем. Может быть, мы когда-нибудь соберем с организаторами зимней школы какую-то аналитику по этому поводу. Все мемы с котами достаточно, скажем так, несвежие. Первый, я вот недавно узнала, что первый называется вежливый кот. Кто бы мог подумать, но он вежливый. 1, 2, так, хорошо, ну, кажется, достаточно много ответов. Спасибо большое. Я скорее сегодня, я 2, вот я за себя отвечу, я 2. Да, спасибо большое за ваши ответы. А теперь давайте поговорим, собственно говоря, про цифровые следы. Как вы догадались, это была подводка. В принципе, все то, что вы ответили, это уже цифровой след, который можно анализировать так или иначе. Любые действия, которые вы совершаете в интернете или, в принципе, на мобильных девайсах, на компьютере, где угодно, считаются цифровыми следами. То есть все то, что можно так или иначе отследить. Вы наследили все ваши итерации с, не знаю, с сайтами, с онлайн-школами. Все, 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 что вы сделали в интернете, остается в интернете. Я думаю, что все знают эти рассказы про то, что если рядом с айфоном поговорить про какие-нибудь шубы, вам начнет рекламироваться шубы или что-нибудь типа того. Это тоже цифровой след. В образовании, что считается цифровыми следами, чаще всего используется, скажем так, в качестве цифровых следов, это время доступа, например, когда человек вошел в ту или иную систему, сколько времени потратил на взаимодействие с контентом, некоторые персональные данные, которые вы о себе оставляете. Например, вы зарегистрировались на онлайн-школу, и вас спросили, какой у вас уровень, начинающий, продолжающий или совершенствующий, к примеру. Все ваши попытки решения заданий, с какого раза вы решили, решили ли правильно, что-то еще, сообщения в чатах на форумах, то, что мы сделали с вами сейчас. Мы легко можем выгрузить чат этого зума и проанализировать, сколько процентов, например, человек выбрали тот или иной показатель. И если вы подписаны своими именами и отчествами, и фамилиями, то после окончания приемной кампании осенью мы можем подсчитать, люди, выбирающие какой мем, чаще поступают на ту или иную программу. Это будет очень странное исследование, но мы можем это себе позволить, можем сделать, вдруг мы какие-то для себя открытия найдем. Распознавание эмоций. Если, например, в ряде, на самом деле, онлайн-школ существуют написаны алгоритмы, которые распознают эмоции на лицах преподавателей и учащихся, или в голосе, или, например, анализируют, сколько процентов говорит учащийся и сколько говорит учитель. И многое-многое другое можете себе представить. Каждый, каждый, каждый ваш клик или даже задержка могут быть проанализированы. Думаю, многие поймут сейчас, про что это шутка. Напишите в чате плюс, если вы понимаете эту шутку, если вам знакома сова дуолинго, если вы что-то учили, слышали, когда-нибудь просыпались в ужасе от одного представления совы дуолинго. Какие напоминания приходят, например, в дуолинго или в других приложениях, в которых вы учите, например, иностранный язык, программирование, неважно. Вы давно не заходили на нашу платформу. Кажется, вы давно не учили китайский. Вы выучили на этой неделе меньше слов, чем на предыдущей, или меньше, чем 80% пользователей. Пожалуйста, вернитесь и занимайтесь. Или какие-то нововведения, урок, не урок. Это все приходит настолько, что сова стала тихим ужасом для многих-многих, я думаю, миллионов пользователей по всему миру. Дуолинго достаточно большая международная платформа. Все это собирается, анализируется и, естественно, в российском, то, что называется, AdTech, в сегменте Education Technology, вот пример с сайта UCHI.RU, как они делают геймификацию. Соответственно, что тут ни кликни, все можно собрать, узнать, какие варианты вводят, куда кликают, куда не кликают, куда кликают чаще, реже, правильно, неправильно. Это все мы можем собрать и анализировать. В самом общем смысле все то, что используется для того, чтобы, пытаясь русское слово вспомнить, но приходит только импрув, в общем, развивать образовательный опыт ваш и ваши академические достижения, называется учебная аналитика. Учебная аналитика, она не такая новая, как нам кажется. Учебная аналитика с десятых годов аж развивается, потому что появилась Курсера, другие открытые онлайн-курсы, платформы, и, собственно говоря, это стало возможным собирать, анализировать такие данные. И вот справа то, что называется дашборд. Какая бывает учебная аналитика? В целом можно разделить на три группы. Иногда делится на четыре, но сейчас имеет смысл с вами обсудить, мне кажется, три. Первое, дескриптивное, ну, некое описание, сколько уроков вы прошли. Вот внизу скриншот из Skyeng, если кто-то занимается, тоже можете написать, если занимаетесь или если не занимаетесь, посмотрим, насколько это распространено среди наших слушателей. Дескриптивное просто описывает то, что происходит. Прескриптивное выносит некие суждения, рекомендации, что вы должны сделать. На этой картинке есть сразу две. Так вот один только человек признался, что он не занимается Skyeng, и остальные, что называется, воздержались. Тут сразу два вида аналитики. Внизу дескриптивное. Обратите внимание на говорение. Что-то у вас там нечисто. И вверху дескриптивное. Сколько часов вы учились, сколько сделали домашек, сколько прошли уроков. Чуть ниже, какие комплименты от преподавателя получили, но это, в принципе, не совсем аналитика. Вот такие два самых простых вида аналитики. И есть еще третий вид. Собственно, чего мы хотели бы с вами, как люди, которые хотят управлять образованием, или доказывать образование, или развивать образование, или измерять образование. Чаще всего это предсказывать что-то. А какую оценку получит студент, если он будет так заниматься? А может быть, он отчислится? А может быть, он перестанет заниматься у нас в онлайн-школе или на наших онлайн-курсах? Что бы как бы с ним сделать? И это предиктивная или прогнозная аналитика. Это самый сложный, в общем-то, сегмент, потому что, ну, давайте признаемся честно, в себе в социальных науках люди весьма себе непредсказуемы, каждый по отдельности. Люди как группы достаточно предсказуемы, а вот про каждого сказать достаточно сложно. И вот такие всякие там тренды прогнозируются или вероятность. Вот пример из одной из достаточно недавних, в 2022, вроде бы, на самом деле, уже давно в терминах леринг-аналитики и digital traces был, потому что начался бум чат GPT и инструментов, и все уже, мы живем в другом мире. Пример из одной статьи 2022 года. Слева такая описательная часть, это панель для ученика, то есть пользователь этой панели, этого дашборда, то есть панели визуализации данных, это ученик. Тут что слева, интересно, сейчас я возьму указку, как только найду мышку, сразу же возьму указку. Секунду. Ой-ой, что-то не то. Ну ладно, допустим, вы понимаете, о чем я. Слева ваши показатели ученика по активности в сравнении с активностью других учеников в классе. В серединке, в серединке панель 2, это уже более такое описание того, что слева. И третья панель, мы видим, что это предсказание. Your course completion risk is high. То есть тут имеется в виду, что если вы так будете заниматься, как вы занимались, весьма себе вероятно, что вы отчислитесь с этого курса, что вы его не закончите. И интересно, что эта модель дает некие, вот справа внизу, дает некие показатели того, что вам нужно сделать. Это же ценно, правда, нам, если мы что-то хотим, нам мало просто измерять, нам хотелось бы, чтобы что-то менялось. Мы говорим, how could you change your prediction? Как тебе не вылететь с курса? Что начать делать, чтобы не вылететь с курса? Ну, наши модели показывают, что тебе надо достичь твоего вот этого engagement score, который, ну, видимо, описывает студенту, что в него входит, 0.9. А у него сколько там? Не вижу, сколько у него там, видимо, на предыдущей какой-то вкладке. То есть вот, что тебе надо сделать, и тогда твой course completion risk becomes low. То есть это тут и описательная аналитика, и прескриптивная, и предъективная. И более того, мы предлагаем какие-то действия самому студенту, чтобы он себя отслеживал и мог предсказать. Потому что, ну, он же первый раз на этом курсе, он не знает, как остальные проходят. А вот если сказать, что если ты пропустишь эту тему, то ты, скорее всего, уже ничего не сдашь, хорошо бы обратить внимание каждого на это. Иногда мы используем цифровые следы просто для информирования. Но в целом, что бы мы хотели с ними делать, как образовательное сообщество, как сообщество исследователей образования, практиков образования? Во-первых, естественно, прогнозирование академических успехов учащихся. Получится ли, а что у него будет? Предоставление обратной связи студенту непосредственно, иногда преподавателю. Поддержка развития важных навыков для того, чтобы, например, можно было сметчить людей с похожими интересами или с похожими достижениями, с похожими навыками, целями для выполнения заданий совместного. В целом, можно охарактеризовать как поддержку качества обучения и преподавания. В основном, конечно, мы хотим принимать какие-то меры на основании всей этой учебной аналитики. Что-то с этим делать. Например, что мы можем делать с вами как преподаватели? Ну, казалось бы, ответ, как повысить академическую успеваемость, он очень прост. Да просто поставьте всем десятки, девятки, пятерки, смотря в какой, сколькибальной системе вы работаете. И будет все прекрасно. Вот вы и повысите академическую успеваемость. Ну, кажется, что это не очень правильно и, главное, интересно для преподавателей. Но вот что можно делать, так это мониторить и поддерживать учебную вовлеченность. То есть то, что мы напрямую видим и на что мы можем влиять. А что такое, собственно говоря, вовлеченность? Много разных определений. Это такой супер-мета-нечеткий конструкт на самом деле. Ну, в среднем можно охарактеризовать как степень инвестирования учащимися тех или иных ресурсов в обучение. То есть это и время, усилие, энергия, ваше, то, что называется, конъективная вовлеченность. Вот я тут вывела такие четыре с поехавшими, простите, шрифтами, видов вовлеченности. Их на самом деле больше в разных рамках. Ну, мы сейчас про эти поговорим. Первое, вид вовлеченности, это поведенческое. То есть участие в каких-то мероприятиях. Посетил лекцию, поднял руку, ответил, написал в чат ответ, включил камеру и так далее. Эмоциональное. Это некоторая ваша, хочу опять сказать, вовлеченность, потому что в обыденной жизни я бы сказала именно так. Некоторое ваше чувство относительно процесса обучения. То есть не очень хочется говорить, что человек вовлечен, если он сидит и не проявляет, например, интереса. Если ему неинтересно, если он не горит этой темой, если в обсуждении он не руководствуется своими какими-то желаниями, представлениями и так далее. Когнитивная вовлеченность. Тут сложно написано. Установки относительно важности, используют стратегии. То есть то, что вы делаете для того, чтобы изучить. То есть вы можете быть когнитивно вовлечены, можете быть когнитивно не вовлечены. Например, сейчас на этом занятии вы можете, во-первых, вы пришли в поведенческую вовлеченность. Вы писали в чат, скорее всего, на первый вопрос, какие-то свои ответы, варианты про котов более активно. Когда я спросила про Skyeng, менее активно. То есть поведенческая вовлеченность, она как факт присутствует. Вы здесь. Но когнитивно вы были более вовлечены в мой вопрос с котами, чем в мой вопрос, кто пользуется Skyeng. Потому что там, видимо, тут очень сложная взаимосвязь между разными видами вовлеченности. Там у вас была высокая эмоциональная, тут у вас была, возможно, невысокая эмоциональная. В общем, она отличается. И есть еще... Это классические три вида вовлеченностей. И часто добавляется разное четвертое. Например, социальная вовлеченность. Вы чувствуете себя членом команды, членом группы. Например, если бы мы были какой-то определенной группой, не знаю, та или иная магистрская программа института образования, вы бы себя идентифицировали и чувствовали частью этой программы. И вам было бы это важно, вы бы это чувствовали. Сейчас у нас с вами такая разнородная команда, поэтому мы, может быть, в меньшей степени чувствуем эту социальную вовлеченность. Тут выведена у меня агентная вовлеченность. То есть, как бы это объяснить, не повторяя слово агентность, несколько раз. То, что вы сами берете на себя, скажем так, свою ментальную ответственность за планирование и реализацию обучения. То есть не просто поняли руку, когда я вас спросила, а, например, написали, ой, кстати, у меня есть вопрос. Или вот я видела, тут какое-то появилось сообщение. Появилось сообщение, не связанное с моим ответом. Вот Екатерина пишет, что я показываю потрясающие вещи, спасибо, и этим хочет заниматься. Это весьма себе такая агентная позиция. То есть Екатерина подумала о себе и как она будет это все применять. Все это так или иначе можно измерять. Ну, как вы думаете, давайте вернусь, какую именно, какой компонент, то, что называется вовлеченности, легче всего измерять через цифровые следы? Пишите в чат ваш ответ. Как вы думаете, что легче всего измерять через цифровые следы? Так, вариант поведенческую, поведенческую, поведенческую. Других вариантов-то, в общем-то, пока и не вижу. Когнитивную, вот пошел кластер когнитивный, эмоциональные, так. Поведенческую, что-то на Э, видимо, эмоциональную, видимо. Еще, эмоциональную еще, да, я смотрю на свою клавиатуру и пытаюсь переводить параллельно эмоциональную еще. А как измерять эмоциональную через цифровые следы? Как вы думаете? Ну, поведенческую я просто вам уже, видите, сколько спойлеров насыпала, что вы пишете в чат, еще что-то делаете. Реакция. Ну, в принципе, кстати, если бы можно было анализировать, если бы я постоянно просила вас ставить какие-то смайлики, и анализировать, какие именно смайлики выставить, эмоджи, простите, эмоджи, грустные, не знаю, плачущие, злые, еще что-то, то можно, в принципе, и эмоциональную гораздо лучше мониторить. Но практически в любом продукте, не знаю, проекте, ну, то есть мы сейчас с вами в зуме, да, в принципе, тут легче всего действительно мониторить поведенческую увлеченность. Человек вошел в систему. Это поведенческая увлеченность. Он включил, не знаю, еще что-то. Хейтеры, комментарии. Так, ну, хейтеров, я надеюсь, сегодня не будет у нас в чате с вами. Комментарии за комментарии, спасибо. Действительно, поведенческую измерять проще всего, эмоциональную, ну, хотя бы можно спросить человека, что, как тебе там, интересно, неинтересно, нравится, не нравится, вызов принят, Светлана, не надо, пожалуйста, я же стараюсь, пожалейте меня, лайки в зуме. Ну, вот да, тут уже есть вот это все. Все остальное сложнее. Эмоциональную можно спросить, интересно, не интересно. Когнитивную гораздо сложнее, насколько вы погружены, потому что кто-то, например, размышляет быстро, я спросила, все сразу дали ответ, нет, вот первые ответы поведенческие сразу трынь, высыпали. А кому-то надо было подумать. Ну, то есть, если мы просто будем смотреть на время реакции, кажется, что те люди, которые написали первое, у них и когнитивная вовлеченность выше. Но на самом деле кому-то надо чуть-чуть подумать, кто-то медленнее печатает, кто-то быстрее печатает, у кого-то был открыт чат, у кого-то был закрыт чат. Достаточно сложно. Агентно-социальное еще сложнее. Эмоциональную распознавание лиц с помощью глубокого обучения тоже, да, так делается. Есть такие модели, которые распознают эмоции на лице. У меня, я давно учусь в Skyengi, как говорится, не реклама, я давно учусь в Skyengi, и они в какой-то момент прикрутили на мой личный, ну, то есть, понятное дело, когда мы с вами пользуемся, ладно. Возможно, кто-то не знал, но когда мы с вами пользуемся всякими разными цифровыми сервисами, инструментами и так далее, иногда мы с вами попадаем в тестовые выборки. То есть, что-то тестируется, какая-то особенность, которая пока доступна не для всех, а только вот вы попали, и вы ей пользуетесь. А потом компании смотрят. Это работает так, как они хотят, не работает и так далее. И мне с моей преподавательницей в конце урока показывали фотографии нас смеющихся. Но так как мы с ней обе достаточно позитивные дамы, мы, в общем-то, периодически улыбались, и все эти подборки, они на самом деле, о чем они говорят? Потому что человек вежливый, о том, что он так общается. Кто-то, наоборот, очень задумчивый, он не улыбается. Значит ли, что эмоционально он не вовлечен? Ну, в общем-то, не значит. Но это, в целом, конечно, критика не только к цифровым следам, но и к конструктам в социальных науках, честно говоря. Но поведенческое это очень хорошо измеряется. Какие цифровые следы используются для вовлеченности? Собственно говоря, группы. Артефакты. Человек загрузил файл, скачал файл, ответил на задание, там, эссе прикрепил, еще что-то. Социальные интеракции. Форумы, чаты написал, ответил, реплай, лайк, комментарий на форуме и так далее. Кто учился на Курсере, и я никогда, простите, не была на этой национальной платформе открытой, возможно, у нас тоже есть форумы, но, возможно, у нас тоже есть такие приколы, когда надо обязательно написать на форуме. Интеракции с контентом. Просмотрели лекции. Попытались решить задачу. Решили, не решили. Все остальное. И, естественно, временные метрики. То есть время, которое вы провели на той или иной страничке, например. Если у вас лекция полтора часа, а вы провели на этой страничке пять минут, кажется, вы не досмотрели. Анна пишет, что в финансовом университете разработана система мониторинговой вовлеченности студентов на основе видеонаблюдения из аудитории. Я полагаю, что там мониторится как раз-таки именно поведенческая вовлеченность. Пришел, не пришел. Насколько процентов загружен класс. Сейчас в Китае есть такие системы. То есть мы смотрим, аудитория на 100 человек. В группе числится 90, а пришло 30. Кажется, что-то не так. Это тоже, с одной стороны, прикольно, а с другой стороны, давайте, честно, пугающе. Зависит от того, как будут использоваться, конечно же, эти результаты. Поэтому используются всякие разные лог-дейта. Они называются еще клик-стрим-дейта, диджитал трейсы, диджитал футпринт с русского. Это все цифровые следы. Время на задание, доступ к ресурсам и так далее, и так далее, и так далее. Даже в Zoom мы можем сделать достаточно много. Есть еще разные системы, которые заточены специально на сбор данных. Там еще больше. Например, я веду занятия у нас в вышке в системе вебинар, которая даже мониторит время, которое вы были неактивны на странице. То есть у вас был открыт вебинар «Моя пара», а вы сидели на другой страничке и выбирали себе в озоне новые ботинки. Эмоционально тоже следуется. Насколько студент сосредоточен, например. Вообще, ну, звучит прикольно, интересно ознакомиться, если есть какие-то работы по этому поводу. Но в целом одновременно пугающе, потому что люди все-таки... Ну, люди разные, как говорится. Итак, возвращаясь к увлеченности. Вау, я оставляю кучу времени на дискуссию. Виктория, кто-то в ужасе, кто-то смеется. Вот вам эмоциональная... Эмоциональная вовлеченность или поведенческая? Вот давайте подумаем. Потому что эмоции-то разные. То есть, что считается эмоциональной невовлеченностью тогда. По идее, если ты сидишь и пишешь «Боже, какой лектор! Нудный! Ужас! Просто засыпаю, умираю, вообще не могу!» Ну, вообще-то вы испытываете достаточно сильные эмоции, честно говоря. Да, люди с СДВГ. Нет, ну... Опять-таки, люди разные, лица разные на всех. Кто-то ручку грызет, когда сосредоточено. Кто-то, простите, у нас укурять. О, боже, запись идет. Ну, в общем, ладно. Расскажу про исследование, которое мы провели с одной из онлайн-школ для взрослых. Исследование мы попытались предсказать уровень вовлеченности. Школа асинхронная, но курсы конечные. То есть, курс можно пройти до конца, получить потом сертификат. И, собственно, вопрос. Раз у школы асинхронная, надо понять. Человек как бы на грани выбытия или он просто немножечко устал. Не знаю, он в отпуске, просто не заходит. Что мы сделали? Мы сначала провели опрос по существующим инструментам вовлеченности на двух с половиной тысячах этих учеников. Учеников этой школы, которые отозвались. Это важно, что это люди с изначально чуть более высокой вовлеченностью, чем ноль, потому что они ответили, собственно говоря, на нашу рассылку. Мы измерили поведенческую, когнитивную, эмоциональную вовлеченность. У них посчитали баллы по этой самой вовлеченности и выгрузили их цифровые следы. Здесь вот чуть-чуть кусочек цифровых следов, то есть количество начатых тестов, открытых видео, сделанных в домашних заданиях, количество, сумма, сумма тестов, всего того. А потом запустили машин лернинг на этих цифровых следах. Очень простые по смыслу модели, когда машинка, компьютер, используя вот эти все данные, которые собраны, пытается предсказать, какой у человека уровень вот этой вовлеченности. Мы разделили на низкий, средний, высокий. Нам показалось этого достаточно. Поэтому мы вот пытались предсказать. Если, как говорится, для тех, кто в теме, в общем-то, это простая регрессия в базе лежит от всех этих предсказаний, так или иначе. Итак, сделали мы машин лернинг и получили ряд, что значит асинхронный курс. Это значит, что у вас нет синхронных занятий, как вот мы сейчас с вами сидим, разговариваем. Мы в одно время, в одном месте. Мы вот прямо сейчас онлайн все это обсуждаем. Я могу реагировать на ваши вопросы. То есть, по сути, мы вот с вами вместе конструируем, да, эту реальность. Вот это видео, которое вы получите, оно сконструировано вместе с вами. Асинхронный курс не имеет таких синхронных встреч. Вам просто открываются заранее предзаписанные видеозаписи, и вы с ними работаете. Или тексты и так далее. И вам дается... Ну, как бы, когда закончили первый кусочек, переходите ко второму. Закончили второй, переходите к третьему. Ну, а уж как закончите, так закончите. Это асинхронные курсы. И, соответственно, ну, когда захотите, тогда и закончите. Итак, вот такие мы получили всякие разные коэффициенты. Не хочу вдаваться в эти подробности. Я их, честно говоря, толком-то не знаю. Как на Geekbrains. Ну, да, Geekbrains, по-моему, нитология, скиллбокс, много таких. В итоге мы достаточно неплохо, на самом деле, предсказываем низкую вовлеченность. А мы, в общем-то, что нам важно? Предсказывать людям высокую вовлеченность нам не важно. Они уже вовлечены, с ними все в порядке. Не надо уделять им какого-то дополнительного внимания. У них все хорошо. Они живут свою жизнь. А вот тех, у кого низкая вовлеченность, и кто потенциально может отвалиться, вот их бы хорошо вычленить и что-то с ними сделать. Как я говорила уже выше, мы измеряем не просто для того, чтобы измерять, а для того, чтобы потом что-то с этим сделать. Что сделать? Очень много чего можно сделать. Можете тоже пока подкидать в чат варианты, чтобы мы обсудили. Все, чтобы мы обсудили. Да, нет, все грамматически корректно. Я что-то задумалась. И можно, не знаю, написать имейл, типа возвращайся. Может сова дуалингу постучаться, собственно говоря, в вашу дверь. Дополнительное внимание кураторов. Возможно. То есть если есть куратор, сьютер, он может как-то зайти в личный кабинет конкретного человека. Не всех 200 человек, которые к нему привязаны, потому что это ненормально, а только к тем, например, 20, которых алгоритм выделит как низкововлеченных. Посмотреть, связаться с ними, написать, спросить, что случилось. Может быть, тебе чем-то помочь. Может быть, ты застрял. Может быть, перенести дидлайн. Может быть, подсказать, потому что какое-нибудь сложное задание, еще что-нибудь. А все, больше нет вариантов? Все, это все, что мы можем делать? Давайте сгенерим. Потом мы этот чат продадим техкомпаниям. Розыгрыш. Кого разыгрывать будем? Низкая поведенческая вовлеченность. Вот, вот видите, Артемий все понял уже жизнь. Бонусы для возвращающих. Все можно. Такое часто бывает, когда вы давно не были на какой-нибудь площадке или давно не покупали в каком-нибудь мегамаркете что-нибудь, вам приходит письмо или поп-ап или еще что-нибудь. Типа, вы давно у нас не были, вот вам скидка 20%, если вы закажете прямо завтра или прямо сейчас. Действительно, это работает. Да, розыгрыш. Екатерина, вы тоже в этом смысле имели в виду, что среди тех, кто низкого вовлеченности, условно, мы что-то там разыгрываем. Для студентов поблажки на сессии. Ага, то есть они ничего делают, а мы им поблажки на сессии. Какой-то неправильный сигнал мы подаем всем остальным, знаете ли. Мотивационная рассылка. Да, мотивационная рассылка. Так бывает. Что обычно пишут мне кучи тех школ, на которых я подписана, просто потому что мне интересно, что происходит в техе. Айтишники зарабатывают миллионы, пока вы сидите и не учитесь на наших айтишных курсах. Каждый день вы теряете 2 миллиона рублей, пока вы не проходите наш курс разработчик всего. Так. Автоматы мы обсудили, так стараются сейчас. Определенно нужно как-то определить причину низкой вовлеченности. Опрос и по результатам дать советы по исправлению ситуации. Если у человека низкая вовлеченность, Екатерина, он очень вряд ли ответит на ваш вопрос. В этом-то самая... В этом самая большая проблема. Если человек низко вовлечен, он не сделает тысячу шагов вам навстречу. Понимаете? То есть все, вы его практически потеряли, вам нужно очень срочно что-то делать. Деньги – лучшая мотивация. 100%, но не в российских вузах. Хотя стипендия потайно существует. Добавить кураторов. Все возможно. То есть тут надо понимать, что если мы говорим про IT, про любые бизнес-компании, они существуют в условиях ограниченного бюджета. Ну, в принципе, мы тоже существуем в условиях ограниченного... Я имею в виду вузы, университеты. Но все их решения, они должны быть обоснованы. То есть вот если добавить куратора, написала Таня, и, допустим, их еще не было в онлайн-школе, они смотрят, что низкая вовлеченность и добавляют куратора. Начинают платить ему деньги, оплачивают процесс найма этого человека, например. И надо понимать, что это должно сработать, иначе это потраченные деньги. И, кстати, поэтому очень важно в ЭТ-техе держать исследователей, которые не допустят такой ситуации. Позвать блогера, пишет Екатерина, только к низкововлеченным. Причем, да? Определить, какой вид вовлеченности именно низок. Это интересно, да. Разработать рекомендации на основе их. Это важно, потому что мы до конца сейчас не понимаем, какой именно вид вовлеченности важнее, например, для взрослых, учащихся. У меня есть коллеги, которые занимаются этими исследованиями, но исследовать там еще можно достаточно много. То есть для взрослых, кажется, например, социальная увлеченность на таких курсах менее важна, чем эмоциональная. Инфлюенсеры. Так, модные молодежные слова. Я думаю, что для мотивации можно использовать какие-нибудь данные, которые вносит сам студент. Например, при записи на курс, он рассказывает, зачем он идет на этот курс. Когда он отваливается, приходит имейл с напоминанием его цели. Звучит, как билет в психотерапию. Типа, а помнишь, ты обещал. Кстати, эта идея Артемии, она достаточно часто людям приходит в голову. Много таких сервисов, которые это делают. Есть исследования, которые с этим работали. Я не помню, есть ли исследования по оценке эффективности этих методик. Но это весьма распространенная, на самом деле, идея. Насколько она помогает, пока непонятно. Есть, опять-таки, простор для исследований. Собрать данные о самых низкововлеченных. Возраст, статус и так далее. Выявить, да-да-да, факторы. Вот тоже кто-то выше писал. Определить, почему. Один из способов определить, почему, очень косвенно, конечно, сделать портрет низкововлеченного человека. И сравнить его с портретом высокововлеченного. Другое дело, в чем вы будете делать с этой информацией. Если у вас портрет низкововлеченного, это, допустим, мужчина 20-25 лет, работающий на полную ставку, а портрет высокововлеченного, это женщина 25-30 лет, не работающая, то вы, как человек, который принимает решение, вы с этим ничего не сделаете. Ну, как бы, с полом вы ничего не сделаете человека. Сказать, увольняйся, чтобы учиться в нашей компании, в нашей онлайн-школе, вы тоже не сможете. То есть это достаточно сложно. Напомните о том, что было важно студентам на этапе продажи. До получения сертификата всего два модуля. Да, вот эти вот напоминалки такие. Тоже достаточно много изучается того, какие именно напоминалки лучше работают. Вот у нас уже тут в чате минимум три гипотезы. Какие коллеги занимаются этим вопросом более подробно? Какая лаборатория над этим работает? Малышонок, оригинально, да, части этим работает. И мы у себя в лаборатории тоже над этим работаем. Просто у нас пока не вышли статьи. Много статьи у нас пока не вышли. Пока вышло только парочка. Отстающим, наоборот, назначают еще дополнительные, сверхважные, ответственные работы. Спорная идея на кого-то взбадривает. Да, кого-то да. А кто-то такой, что? Да ну вас, вы что, совсем что ли? Система призов. Гимификация. Вообще гимификация очень хорошо работает действительно на вовлеченность и на мотивацию. Близкие конструкты, два вовлеченности, мотивация. Гимификация. Рейтинги. Если есть здесь кто-то из уже действующих студентов вышки, возможно, у них сейчас потекла горькая слеза по щекам. Рейтинг – это рабочая история в гимификации. Лидерборд это называется в гимификации. Когда вы пытаетесь достичь какого-то первого уровня. Это настолько до смешного заложено в нашей человеческой природе, что даже я, когда скачиваю какие-нибудь очень глупые игры, три в ряд, где надо каких-нибудь три чашечки собрать в ряд, чтобы они исчезли, просто пока ехать в метро, чтобы играть. Все равно так лидерборд тебя подбадривает. Это когда еще два уровня, я буду тысячной в России по этим чашечкам. Это все тоже очень много интересных гипотез вы нагенерили в чате. Рейтинг в дуолингве – лучшая мотивация. Ну, я думаю, в дуолингве лучшая мотивация, да, чтобы к вам не пришла сова в ваших кошмарах. Тоже своего рода мотивация. Ну вот, в общем-то, можно на самом деле много чего делать с низкововлеченными. Это по-разному эффективно. Говоря о нашей модели, что на нашей стороне, оказалось, что наша модель лучше предсказывает дальнейшую активность на платформе, чем результаты опроса. То есть мы взяли 60 или 30 дней после опроса. И слева это распределение, вот нижняя картинка слева, распределение количества уроков, которые начали делать люди в зависимости от предсказанного фактора вовлеченности, а справа в зависимости от уровня вовлеченности по результатам опроса. И вот наша модель, собственно говоря, работала лучше. Подведем итог. Ставим время для дискуссий. Цифровые следы – это… Я сделала аж два слова относительно в этом предложении. Относительно новый источник относительно объективных данных. Почему он относительно новый? Ну, потому что, на самом деле, как только компьютеры появились в нашей жизни, а это, я напоминаю, даже не 21 века, а 20-й, сразу же появились стильные цифровые следы. Регистрации сделок, зашел человек, не зашел в словарь, еще что-то. Относительно объективных данных. Казалось бы, ну, что вы сделали, то и отразилось. Но, опять-таки, если мы спрашиваем про ваши отношения, про ваши интересы, про ваши эмоции, это все подвержено неким вашим искажениям, вашей, например, способности распознавать свои эмоции. Даже время, проведенное на той или иной странице, это не до конца объективные данные. Почему? Потому что большинство счетчиков, большинство аналитических инструментов заточены на то, что они просто считают разницу между входом на одну страницу и переходом на следующую. Соответственно, если вы зашли на страницу и ушли делать себе чай, варить пельмени и все остальное, все это будет вам засчитываться на то, что вы сидите на этой странице. Как будто бы вы потратили очень много времени, читая какую-нибудь страничку по, не знаю, жизнеописанию Льва Толстого, но на самом деле вы в это время занимались совершенно другим. Это важно. Второе. Учебная аналитика используется везде, везде в образовании. Где-то более простые метрики, где-то более сложные. Где-то она используется просто как дескриптивный, дескриптивная ее часть, где-то используются очень сложные модели. И исследователи, и практики могут, и даже скорее, ушла, но должны использовать эти данные для того, чтобы улучшать образовательный опыт учащихся. Мы не всегда можем говорить про образовательные результаты. Мы не всегда должны говорить про образовательные результаты. Потому что в идеале образовательные результаты – это как бы функция не только от instructional design, от педагогического дизайна, от контента, но и от ваших усилий. И чем мы, как люди, которые что-то конструируют в образовании, за что мы можем быть ответственны? Ну, первое – сделать контент. Это полностью наша ответственность. Второе – сделать такую среду образовательную, чтобы вам было в ней приятно, просто, эффективно учиться. И третье, конечно, это как-то куда-то направить вас и облегчить вам самим это движение. Все остальное за вами. Как вы этим будете пользоваться, как обучающиеся, как студенты – это за вами. Вот это все, о чем я сегодня хотела быстренько рассказать. Осталось немного времени на дискуссию. И даже потом пять минут для модераторов этой зимней школы и вас, чтобы попить чай, не свернув Zoom-конференцию и пойти готовить сырники, а прям полноценно. Вижу вопрос от Натальи. Как по цифровому следу можно дать обратную связь? Наталья, вы имеете в виду для студента? По цифровому следу студента и ему же дать обратную связь? Да, запросто. Вот давайте вернемся к… Сейчас, 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 сейчас. Бедный код идет, идет. Так, сейчас я вернусь вот к этой вот. Да, представьте себе, что вы учитесь у нас на магистратуре, допустим. Так, куда? И, допустим, к тому времени, как вы к нам поступили, у нас появился вот такой вот дашборд. У нас все обучение идет в системе LMS, Smart LMS, то есть все фиксируется там. Все курсы, на которые вы ходите, они там. Все материалы там. Там все, 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 что только можно там. Соответственно, допустим, система LMS регистрирует, сколько лекций вы просмотрели, сколько там посетили, не знаю, отметились, сколько открыли материалов, ознакомились ли с текстами, сдали ли домашние задания и так далее. И такая система, если она достаточно сложная, она может даже анализировать, какие конкретно задания вы выполнили, или не выполнили так, и какие конкретно задания вы должны отработать второй раз для того, чтобы вам было лучше. Например, такая рекомендательная система может вам сказать, что, о, кажется, вы не прошли тест по самопроверке на описательную статистику. Лучше пройдите, потому что наши данные показывают, что те, кто проходил этот курс, этот тест, на 50% более успешно защищают, не знаю, итоговый проект, еще что-то. Вы получаете обратную связь. Вроде бы как вы и так все это знали, что вы не сдали тест и так далее, но какую-то новую информацию вам предоставила аналитика. Или, вот как в примере слева, вы можете сравнивать себя с средним в классе или в среднем по потоку и так далее. Для преподавателя такая обратная связь тоже может быть. Ну, элементарно это просто суммирование того, сколько человек что сдали. В вашем классе или там в вашей группе 5 человек нарушают дедлайны по фамилии на список. И может преподаватель напрямую к ним обратиться, спросить, как бы у вас что-то не получилось загрузить. Такое часто бывает. А еще чаще бывает, если надо нажать не только загрузить, но и нажать отправить. Человек загружает, он счастлив, идет спать. А вышки все дедлайны 23-59 в основном. Идет спать, и с утра просыпается, а у него ничего не сдано. Хотя он вроде бы все загрузил. Так бывает. Я не знаю, Наталья, ответила я на ваш вопрос или нет. А можно вопрос голосом задать? Можно. Давайте сначала убедимся, что я ответила. Да, да, конечно, конечно, конечно. Наталья, дайте знать, что все окей. Вот и будет обратная связь. Супер. Да, пожалуйста, Артемий. А я хотел такой вопрос узнать, точнее, задать. А в принципе, вот аналитику можно же использовать для того, что особенно для коммерческих курсов, чтобы как-то правильнее направлять рекламу. То есть, например, у нас есть курс, мы видим, что его лучше проходит определенная группа людей. Ну, не знаю, по каким критериям мы их посмотрели. И в наших же интересах, чтобы люди в конце концов не просто купили курс, а чтобы они его закончили, чтобы он принес пользу, чтобы отзывы были и так далее. И тогда мы просто можем направлять рекламу. Но у меня тогда... Ну, вот с коммерческими курсами для меня это понятно. А вот, например, если в вышке чисто теоретически, вот вы говорите там про ЛМС и так далее. Если будут вноситься данные там, что у него было в аттестате, по каким предметам, в какой школе он учился и так далее. И потом будет модель прогностическая, да, то есть будут делать прогнозы. Это же может быть, ну, как, знаете, такая реакция, ну, ты поступаешь, например, на какой-нибудь факультет бакалавриат, и говорят, ну, знаешь, с твоим образованием, вот у тебя есть шансы, что ты не так хорошо закончишь, например, экономический факультет, да. Хотя по баллам ты там проходишь. То есть это же, знаете, вот вопрос еще, как использовать статистику. Вы, в принципе, это говорили. Да. Да. Артемий, спасибо большое за идею. Она действительно будоражит многих, не только вас. Многие вузы делают свои модели, предиктивные успешности, окончания там либо курсов, либо вообще вуза. Все пытаются это сделать. Это непросто. Но тут что самое важное? Вот вы говорите, мы ему вернем, что ты будешь не очень успешен. А все хотят возвращать студенту что-то типа, ты знаешь, ты вот поступил с ИСТФАКа на магистратуру по экономике. Да, у тебя, кажется, шансов сдать все это ниже, чем у выпускников экономики. Поэтому возьми-ка ты еще вот такие курсы онлайн, например. Или пройди вот такие темы. Или удели больше внимания вот этому курсу, пожалуйста, внимательней. То есть что-то более созидательное, чем просто сказать, ну, ты лох пока. Да, лучше не поступай, да, конструктивней. Я понял, спасибо. Да. Но это реально, этим многие вузы занимаются уже несколько лет. Пока я не видела, ну, я видела несколько публикаций, как бы таких не очень детальных, но на конференциях. Я уже второй год слушаю такие доклады, но вот как-то прям публикации по российским вузам пока не видела. Скрываю. А вот я далек от сферы образования, поэтому мне просто интересно. А вот тех технологий, про которые вы говорите, если говорить про их имплементацию, это же больше именно, ну, вот, во всем спектре, это же больше коммерческий сектор. В госсекторе они мало используются или наоборот? Нет, нет, они много используются в госсекторе в том числе. Конечно, для компаний это жизненная необходимость. Это жизненная необходимость видеть данные и принимать решения на данных, иначе они не получат денег. В госструктуры просто по определению, потому что они больше, у них больше цикл, они медленнее, но полно, ну, не полно, ладно, какое-то количество, например, систем для управления школами государственными. Не в России пока, к сожалению, или к счастью, в России есть какие-то очень точечные локальные вещи, но на европейско-американском рынке есть прям системы дашбордов, learning analytics для школ, для управления школами, есть всякие надстройки для, там, типичных ЛМС и так далее. Ну, просто там решения другие принимаются. Понял, спасибо большое. Да, спасибо большое. Коллеги, еще вопрос, комментарий, идеи. Мы там с вами, если чат выгрузить, там уже 10 курсовых работ, идей. Бери и делай, как говорится. Есть ли статьи, связанные с анализом справа и следов учеников для помощи именно учителям? Какие модели обучения лучше использовать, какая вовлеченность? Ну, нет, статей-то всяких разных полно, просто другое дело, я сразу зацепилась, какие модели обучения лучше использовать. Не стоит отдавать совсем все, тут важно понимать, не стоит отдавать на откуп цифровым следам, предъективным моделям и всему остальному, совсем все. Ну, например, там, какие бывают модели педагогические? Ну, скажем, более традиционные, более конструктивистские, традиционные, я лектор, вы слушаете, конструктивистская, я вас веду, а вы что-то делаете, я просто слежу за тем, как вы это делаете, направляю вас. Это ваш выбор. По сути, никакая машинка из коробочки не заставит вас делать по-другому. Какие-то точечные решения, типа, поставь в пару вот этих людей, они, например, хорошо работают вместе, или у них у одного такой навык, у другого такой навык, и вместе они шикарно будут в комбанде. Такое есть. Опять-таки, надо понимать, что сейчас это все далеко от совершенства. Решений есть почти на каждую тему, но они слабые пока в основном. То есть, опять-таки, тут есть пространство для исследований и стартапов, и всего остального. Где их поискать? Ну, простите за такой скучный ответ в Google Scholar, я просто сейчас, если что-то было у меня на уме, я бы вам скинула. Так, это что-то типа learning dashboards for teachers, или что-то типа того. Народ покидает конференцию, видимо, не осталось вопросов. Поведенческая увлеченность снижается значительно. Да, но можете пока в чате написать, как вам было интересно, неинтересно. Давайте эмоциональную увлеченность померяем. Еще уж там на поведенческую замахнулись. Как это спровоцировало ли вас на размышления сегодняшнее занятие вашего образовательного опыта? Любопытно, классно, супер. В целом, мы часто чем-то пользуемся и не задумываемся, что лежит за этими продуктами, какие принципы и как, собственно говоря, этим можно пользоваться. Да, интересно, спасибо. Все уровни увлеченности были высокие. Видите, как я теперь еще поле для рефлексии, да, спровоцировала. Про гемификацию, да, про гемификацию можно достаточно много, кстати, почитать. Гемификацию, индикейшн. Интересно, спасибо, спасибо. Да, спасибо большое коллеги. Мне кажется, очень хорошо поговорили. Ставлю все смайлики. Да, тут надо, конечно, понять, какие... Слава богу, тот, кто угрожал уровень хейта повысить, передумал. Да, спасибо коллеги. Ничего, что мы здесь раньше закончили? У всех будет не только чай и борщ теперь. Да, все отлично, спасибо. Спасибо.